Музыка Всем доброго утра, мои хорошие, мои хорошие. Сегодня позанималась зумбой в прямом эфире. Наша Катя в Крыму провела урок. Так классно. Мой муж рано ложиться, в 12 пошёл спать. Я вам всё докладываю, вы скажете, уже надоели все подробности вашей жизни. Но я всё равно буду рассказывать, делиться с вами, потому что я раньше рассказывала, что это была проблема его сна. Сейчас уже нормализуется всё. Вот и, видите, рядом со мной Ашка похудел. Вот такая тишина. 8 часов и кроме нас никого нет. Погуляли мы, возвращаемся. Сейчас нашёл Ашкафырын. Так хорошо с утра никого нет и не так жарко. Сейчас мы хотим нарвать с ним листиков. Не муж малый, а тута. А почему, я вам расскажу. Недавно соседка пришла ко мне, два дня назад, и сказала, что для понижения холестерона заваривай листья тут и пей на голодный желудок. Их нужно проварить чуть-чуть, чтобы они закипели. И вот мы так делаем с Ашкилой. Сейчас хотим нарвать здесь, тут листья. Собрать себе, если это поможет. Так что вы тоже, вам на заметку, срывайте их, промывайте. Но почему-то муж сначала в уксусе их замочил. Она дала так нам чуть-чуть на несколько дней. И сейчас мы пойдем и сорвем. Всем еще раз привет, мои дорогие. У меня сегодня такой хороший день, потому что он начался с йоги, с движений, с прогулки, с мужем. Пришли, накормила его, занялась, естественно, своими обычными делами. И сейчас такая новость, мне пришла посылка, заказное письмо. А что это такое? Это мои сертификаты. Так как я владелица, совладелица золотой платформы, у меня есть на данный момент 270 ценных бумаг стоимостью 36 тысяч евро, то мне прислали на дом почтой документ, подтверждающий их владение. Сами ценные бумаги в электронном виде, как вы знаете, и этот документ подтверждает то, что я совладелица. Но мы с вами откроем его попозже. Полностью, что находится в нем, я покажу вам на моем другом канале, Светлана Ата, ГИГОЭС. Ссылка находится под видео, можете зайти и посмотреть, что они из себя представляют. Ну вот, а у меня такой хороший день. Я очень долго ждала их и наконец-то дождалась. И прислали его заказной почтой. Все это бесплатно. Так что вот, мои хорошие, этот сертификат я могу везде показать любому юристу. И он это подтвердит, так как это делали очень многие, 3 миллиона клиентов в нашей платформе ГИГОЭС. Ну а также очень много возможностей связано с ним. И тут очень интересное содержимое этого конвертика. Но смотрите еще раз на моем втором бизнес канале, если вам интересно. У нас очень хорошие новости на платформе ГИГОЭС. Скоро о нас узнает весь мир и так уже знают очень многие. То, что мы развиваемся как компания Тесла, в которую тоже когда-то не верили. Наша платформа стоит больше миллиарда евро. И у нас легальный бизнес, надежный бизнес. На этой платформе что можно делать? Можно купить молодые слитки со скидкой 8%, а также участвовать в бонусной маркетинговой программе и зарабатывать деньги. Вот это я и делаю. Так что вы можете быть просто клиентом, покупать золотишко. А также можете зарабатывать, как и я нашла выход в чужой стране. Так вот, мои хорошие, вот что касается бумажек. Ну а сейчас я хочу вам объяснить, что да, сейчас читаю комментарии, мне сказали, что у Светланы нет ярких ноготков. Мои ноготки отдыхают. Они после года гелевого маникюра, естественно, я немножко не ослабли ничего, но в принципе сейчас локдаун есть. Я мажу постоянные специальные средства, которые я приобрела от игруши. Очень я довольна. Ноготки у меня, ногти у меня сильные такие. Так что сейчас я занимаюсь еще уборкой. И как только все это закончится, локдаун, я пойду, естественно, сделаю красивый маникюр и все лето буду пользоваться. Так что вот такие вот у нас дела. Ашкен пошел пока погулять в магазинчик, а я вот сижу работаю и буду записывать сейчас новое видео, распаковку моего конвертика. Мои дорогие, помаду красную накрасила от того, что я, у меня сегодня праздник, пришли сертификаты, я настолько довольна. Вы себе не представляете, у меня такой хаос на кухне, что творится, я пришла кофе варить. Мы сегодня пошли, сорвали вот листья мушмулы, листья дутовицы. Вот, посмотрите, целый пакет. Я их засушу и будем заваривать чай от холестерина. Так, потом, значит, Ашкен пошел в магазин и купил вот такой кофе. Может, иногда его можно попить, правильно? А то вообще, тот мы что купили, не годится. Вот что касается дешевая, но есть дешевая. Тогда не было вот нашего, которого я пью в баночках маленького, туборг. Нет, это я, опс, не помню уже какое, но и вот пришлось это купить и не годится. Вот, а и убрали. Ашкен принес шоколад, что-то на него напало, потому что он уже на диете сейчас, с ума сходит. Мне-то оправнодушно, но я чуть-чуть попробовала. Я сколько времени без сладкого. А анализы я посчитала, мне нужно через неделю сдавать, как раз будет 30 дней. попросила его купить творог. Он купил два творога. Так. Значит, купил он еще яйца. Так, сюда положу все. И йогурт. А также уфку, вот такую взяла уже. Попробую чуть-чуть. Давно не ела хлеб. Ну, вот так мы с утра нагулялись. Сейчас спокойно здесь занимаемся своими делами. Все успеваю, все хорошо. Пусть третья, а у меня уже столько дел сделано. Вот что значит утром вставать. Все, мои дорогие, буду сейчас я под всем их копом потратил всего. Много потратил. Даже говорить не хочу. Еще сигареты он купил. И потратил 400. 450. Ого. Ну, такие вот дела. Ушмар, ушмар. Сигареты как дорого стоят у нас. Ну, а я буду сейчас делать кофе и потом с вами увижусь. Всем привет, друзья мои. Я иду после йоги на прогулку. Прекрасного вам дня. Как вы заметили, я зря время не трачу. Хожу и слушаю аудиокнигу Роберта Киосаки «Квадрат денежного потока». И что я заметила? Посмотрите, такой тут как растет у нас в Грузии. Черный, маленький. Я думаю, что это такое асфальт весь грязный. Вот такой тут. Ой, попробовать надо его тоже. Как его много. Наконец-то я привела в порядок нашу спальню. Только что закончила, повесили занавески. Все перечистила, перемыла. Все абсолютно, даже стены помыла. Все привела в порядок, друзья мои. Дело сделано. Такая я хозяйка. А здесь я приготовила. На стирку мы отдадим скоро. Осталось у меня туалет и вану только. Два туалета. Завтра уже приведу в порядок. И все. Мои цветочки. Такие красивые гвоздички. Я знаю, что они вам нравятся. Они вам очень нравятся. Сегодня я обожралась тут, в шелковице. Все равно Бог мне посылает. Спонтанно. В парке, где я вам показывала, я вам черную покушала. А еще рядом было дерево, думаю. Также асфальт был такой грязный. Посмотрела, белый тут. Сейчас я приготовлю кушать. Поставлю в духовку. И пойду, приведу себя в порядок. А также я, когда делаю уборку, я всегда мою подъезд. Полностью. Прямо блестит пол. Тут его никто не моет. Мурат моет редко. Сегодня я буду готовить. Мне это прислала моя подружка-подписчица. Баклажаны. Кстати, я ногти тоже привела в порядок. Наверное, после туалетов уже накрашу их. Буду готовить сегодня. Баклажаны с мясным фаршем. Вот так их начиню сюда, в эти разрезики. Сейчас они у меня в солевой воде, в подсоленной воде. Как у меня хорошо работает фантазия. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Вы видите, я нафаршировала эти ячейки. И вышли как гусеницы у меня. Сделала раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Сейчас я вот приготовила отдельно соус. Тут томатная паста, пряности. Залью эту красоту. И отправлю в духовку. Духовка уже работает. Слышите же? Соль, кстати, забыла добавить сюда. И вот такая красота у меня будет. Вместе с вами проведу эту процедуру. Добавила чуть-чуть соли, перчик, приправки, как всегда. И поставлю сейчас в духовку. Будем ждать результат. И оценку Эндера. Вот такой кебаб у меня получился. И вот картошечка наша с сливочным маслицем. А это я буду кушать диетические голубцы и салатик. Ну и все. Аж кем как ждет, хочет кушать. Всем доброго вечера, друзья мои. Сейчас хочу вам рассказать о новости, которая нас очень огорчила. Позвонила Сельки, племянница. И сообщила нам очень нехорошую новость. Я два часа думала, стоит ли вам рассказывать или нет. И решила все-таки записать видео и рассказать, что уже произошло у нас. Дело в том, что наш баба Джим Мустафа заболел ковидом. Да, да, вы тоже удивитесь, так же, как я удивилась. Ведь они уехали из Мерсина, чтобы не заразиться. Он так боялся этого ковида. Он первый побежал, сделал прививку. Потом мама тоже сделала прививку. Мы сами в шоке, как это могло произойти. Ведь он никуда вообще не уходит. Он сидит дома, только один раз в неделю ходит в джами. Но он соблюдал эту ручь, пост мусульманский. Каким образом он понял, что у него корона? Два дня, двое суток, у него рвота. И сегодня состояние его ухудшилось, слабость. Что-то покушает, рвет, рвет. И он вызвал скорую, скорая приехала, забрала его, поставила в больнице капельницу, взяла все анализы. Также сделали ему тест на коронавирус. Состояние его улучшилось, и он вернулся домой. И на телефон пришло сообщение, что у баба Джима ковид. Когда муж разговаривал, он так охал, так ахал. Да что случилось? И как только он мне это сообщил, мне так больно стало за него. Там еще есть сестра старшая Эндера, племянница, мама. Дай бог, сейчас все они переболеют. Когда ему стало лучше, приехал домой, ему сообщили, что у него ковид. Возвращаться ему в больницу сказали не нужно. Назначили лечение и изоляцию в отдельную комнату. Как раз пристройка, вы сами знаете, туда положили его. Все маски и 10 дней вообще не выходить из дома. После системы ему стало легче, но посмотрим, как баба Джим будет. Баба Джим никуда не ходил. Он только один раз по пятницам идет в джами. Так что вот, мои хорошие, вот такие у нас нехорошие новости. Думала, гадала, сообщить вам, не сообщить. Ну, а потом решила сообщить. Я вас очень прошу, помолите за моего баба Джима, за мою семью, чтобы все было хорошо. Маме сейчас моей позвонила, она так переживать стала. Ну, все переживают, конечно. Вот и ковид коснулся моей семьи. Не обошел он стороной. И сейчас думаю, стоит ли делать прививку, если есть возможность заразиться. Ну, посмотрим, как он сейчас перенесет. И пока он говорит, температуры нету, я буду сообщать вам о всех новостях, которые буду получать. Вот очень переживаю, просто я не знаю. Настроение сразу моментально испортилось. Ну, ничего, будем молиться, будем надеяться, что все хорошо, все будет. Баба Джим сильный. И мама говорит, гриппом больная, неизвестно. Может, у нее тоже ковид. Простуженные все. Вот такая вот у меня информация для вас печальная. Спасибо вам за просмотры. И помолитесь за нашу семью.